2 февраля по традиции в общеобразовательных учреждениях региона прошли уроки мужества. Ученики Воложской и Кадетской школы в честь годовщины Сталинградской победы подготовили праздничный концерт, почетными гостями которого стали труженики тыла и вдовы погибших фронтовиков. Подробности в нашем следующем материале. Владимир Африканович Евстропов тот, кого принято называть тружеником тыла. В детстве он работал на деревообрабатывающем комбинате, подготавливал военные суда к сражениям. Ребята, большинству из которых не было и 18-ти, укрепляли палубы, устанавливали на кораблях пуленепробиваемую броню. Сразу как только пришел на завод, мы стали делать новый ДОЦ для выполнения военных заказов. По выходным, первые выходные мы вытаскивали при помощи воротуш. Поднимали мы сюда 6 судов. 2 февраля, в день, когда завершилась битва под Сталинградом, Владимир Африканович считает и своим праздником. Победа в битве, которая длилась 200 дней и ночей, это общая заслуга тех, кто воевал на передовой и тех, кто трудился в тылу. Тогда в огненных 40-х никто не заботился о собственной безопасности. Каждый считал своим долгом трудиться на благо Родины. Сколько народу легло, все же это великая победа, раз народ победил, народ, армия, все было, а сейчас никто в армию идти не хочет служить. Эти ребята не только хотят идти в армию, но и на зубок знают историю родного края и Великой Отечественной войны. Ко 2 февраля учащиеся кадетской школы Волжского подготовили песни, инсценировки, стихи, которые передают атмосферу 40-х. В этом учебном заведении регулярно проходят встречи с ветеранами, а патриотическому воспитанию молодежи уделяется очень большое внимание. Те, кто не знает историю, у этих людей нет будущего, это мы знаем. И как раз те ребята, которые выступали сегодня, они показали, мне кажется, беспрецедентный пример не только знания истории, но и посвящение самих себя к тому, что они рассказывали. В завершении праздника Владимир Исмаков вручил гостям памятные подарки и пожелал им бодрости духа и крепкого здоровья. Екатерина Караваева, Алексей Лунев, телекомпания Ахтуба.